Скажите, пожалуйста, это белая глина, да? Да. Назиру Алиеву из Махачкалы сразу привлекает гончарное ремесло. Голубое пальто оказывается на полу, но ей так хочется узнать побольше. Обладательница Гран-при Многоликой России в своем телепроекте рассказывает о Дагестане 19 века. И от здешних ремесел она в восторге. Каждый раз, когда ты ездишь в новые места, ты ищешь какие-то параллели, точки соприкосновения. Это интересно. Ну вот какой-то сравнительный может быть анализ, какую-то связь с Дагестаном. Наталья Калинина из Пермского края выбирают игрушки из глины. Самобытная мелодия Свияжска, местность, люди вдохновляют журналиста. И уже в планах обязательно вернуться. Здесь как будто сходится очень много каких-то путей, энергии, дорог, разных людей, разных религий. И что самое основное, это здесь все живет. Гости могли не только увидеть, но и соприкоснуться с местной культурой. К примеру, на счастливой подкове выбить свое имя, а вот мы решили выбить наш логотип. Храм, где молился Иван Грозный перед походом на Казань, тюрьмы для политзаключенных, намоленные места, звон колоколов, природа. Все приводит в восторг победителей конкурса «Многоликая Россия». И тут же рождаются мысли о будущих проектах и связанные они с островом Градом Свияжск. Если я бы делала проект об этом, то это были бы люди. Я думаю, что город Свияжск может быть тоже героем. Тоже у него, я думаю, есть характер. Конечно, я снимала бы о местных жителях. Это удивительный народ татары. Люди, живущие здесь, они интересны тем, что они, по сути, живут в памятнике. В этом году на участие в конкурсе «Многоликая Россия» была подана 201 заявка. Всего на конкурс были отправлены 1234 работы из 56 регионов России. Алия Харудинова, Данил Филатов, ТНВ, Свияжск. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.